В том, что Россия выполнила свои обязательства и полностью восстановила накануне утром давление в трубах, смогли убедиться и международные эксперты, и журналисты. А уже вечером получили доказательства того, что топливо из России, подаваемое на границу с Украиной, дальше не идёт. Вот что происходило на центральном диспетчерском пункте «Газпрома», куда вместе с главой компании Миллером прибыл премьер Путин. Сколько заявок было от балканских стран и сколько мы подаём в систему сегодня? Мы заявки приняли в полном объёме по всем балканским странам. Это полная заявка Молдовы, это полная заявка Болгарии, это полная заявка Румынии, это полная заявка Турции, это полная заявка Македонии, это полная заявка Греции и была принята полная заявка Словакии. Значит, это общий объём какой? Общий объём 76,6 миллионов кубических метров – это балканские направления, и 22,2 миллиона кубических метров – это подача на Словакию. Как наши украинские коллеги объясняют, почему через их территорию не идёт наш газ в направлении европейских потребителей? Никакого внятного объяснения со стороны наших украинских коллег о том, что газ не поступает в газотранспортную систему Украины, нет. Ну вот сейчас только руководитель НАКО Украины сделал публичное заявление о том, что газ действительно не поступил в систему, они не могут её открыть по каким-то причинам, по каким – непонятно. Здесь не может быть никаких причин, потому что подача газа через Эгису Суджи – это подача газа в экспортный газопровод, это подача газа в газопровод, поставка по которому должна осуществляться для потребителей в Европе. Прямым транзитом? Прямым транзитом. В Москве уже не раз подчёркивали, что намерены и дальше работать в открытом режиме и оказывать содействие европейским наблюдателям, которые находятся на российских газотранспортных объектах. Что ж касается Украины, то, по словам Владимира Путина, в России вместе с европейцами придётся думать, как быть дальше со столь ненадёжным транзитёром. Мы постараемся и дальше работать в таком же режиме абсолютной транспарентности, чтобы все наши партнёры точно и ясно представляли о том, что происходит на территории России на выходе нашего газа в сторону европейских потребителей. У нас очень большой объём отношений не только с балканскими странами, но и с Центральной Европой, с Западной Европой. Мы в таком же режиме будем работать по всем направлениям. Мы первоначально планировали сделать именно то, что сделали сегодня – открыть газ в направлении тех стран, которые больше всего пострадали от этого конфликта. Прежде всего, это, конечно, балканские страны. И очень тяжёлая ситуация сложилась именно в Болгарии, в Словакии, в некоторых других балканских странах. Именно поэтому в первоочередном порядке мы решили удовлетворить их заявку. 76,6 балканские страны плюс 22,2 миллиона для Словакии. Но если газ не идёт по территории Украины, значит, нужно всем нам вместе, вместе с украинскими партнёрами, думать над тем, что же нужно сделать дополнительно для того, чтобы газ всё-таки пошёл. Может быть, техническое состояние газотранспортной системы Украины находится сегодня в таком положении, что она не в состоянии прокачивать. Это тоже возможно. Но тогда нужно об этом прямо и откровенно сказать. Нужно понять, с какой транспортной системой мы сегодня имеем дело. В состоянии ли вообще газотранспортной системы Украины прокачивать этот газ сегодня? Является ли Украина способной прокачать такой объём? Постараемся это выяснить, в том числе и при вашем непосредственном участии.